Привет, вы на канале FrontCam, меня зовут Илья. Сегодня у нас на установке Mitsubishi Outlander XL, на которой мы устанавливаем магнитолу марки Litran. Давайте посмотрим. Немного о том, что устанавливается на данный автомобиль. Это головное устройство марки Litran, которое обладает 9-дюймовым экраном и устанавливается через переходную рамку. Работает на 4-ядерном процессоре с частотой обновления 1,3 ГГц. При этом на борту у нас 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Операционной системой магнитолы является Android 10-го поколения, на которой вы можете скачать все необходимые приложения через PlayMarket. Также имеется поддержка слота под карту памяти с выходом в интернет, поддержка сети 4G. Ну и, собственно, давайте посмотрим на саму магнитолу. Собственно, друзья, вот так вот выглядит у нас головное устройство переключения автомобиля. Мы видим главный рабочий стол, соответственно, уже с виджетами. Здесь мы наблюдаем сразу Яндекс.Карты. Как видите, работать можно с ними также и непосредственно, не заходя в приложение. Также музыка. Касательно музыки. Устройство у нас подключено по каншине, соответственно, синхронизация с рулем у нас присутствует. То есть увеличение громкости, переключение песен, переключение станции в радио. Все осуществляется у нас с руля. Давайте посмотрим. Все работает. Все прекрасно. Также радио давайте сразу покажу, соответственно. Волна у нас работает. Все переключается как на самом экране, так же и через роль. Также у нас здесь есть выведенные кнопки для быстрого доступа к определенным функциям, то есть это подключение и выключение Bluetooth, непосредственно подключение к телефону. Я об этом. Настройки эквалайзера, 15-полосный, доступна тонкая настройка звука. Также к иконке меню, но мы к ней чуть попозже перейдем. Настройки самого головного устройства. Также все у нас с левой стороны поделено по пунктам, то есть здесь у нас связь. Есть возможность подключиться по Wi-Fi к вашему устройству, к какому-нибудь другому, допустим, телефон, планшет, если оно способно раздавать Wi-Fi. Вот, то есть сейчас в данный момент мы подключены. Потом информация о самом устройстве, дисплей, настройка яркости, настройка обоев, информация о памяти, общие заводские настройки, заводские, основные пункт. Здесь у нас настройки Google. Ну и, соответственно, пункт системный, где вы можете настроить время и дату, также посмотреть информацию об устройстве. Здесь мы сразу видим, что у нас Android 10. Процессор на 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта в хранилище находится. Bluetooth доступен. То есть вся необходимая информация по магнитоле находится вот в данном пункте. В правом нижнем углу у нас располагается иконка навигатора, то есть вы можете как контролировать дорогу через вот этот экран в реальном времени, либо уже непосредственно зайдя в само приложение. Имеется возможность голосового управления. Ташкентская, 28. Все, как видите, находят. Слева у нас находятся сенсорные кнопки, включение и выключение устройства, домой, вернуть назад, ну и, соответственно, регулировка громкости. Ну и, соответственно, иконка в меню. Классическое меню магнитол марки Litran, где мы, соответственно, сразу видим иконки со скачанными или установленными, предустановленными приложениями. Здесь у нас ассистент. Есть возможность просматривать видео. Давайте посмотрим. Кстати, сразу хочется сказать, качество картинки очень приятное, очень четкое. Краски передает замечательно. И, соответственно, сенсор тоже очень хорошо откликается, то есть никаких торможений здесь не наблюдается. Галерея с картинками, голосовой поиск, друзья, инструкция русифицированная. То есть, если у вас есть какой-то вопрос непосредственно по данной магнитоле, что, как сделать, вы можете спокойно зайти в настройки. Допустим, выберем телефон. И он здесь на русском языке, соответственно, расскажет, за что какая кнопка отвечает и, соответственно, описание каждой кнопки. Все очень удобно. Также калькулятор карты Google, Light HD TV, музыка при подключении, ну, как музыка, так и Яндекс.Музыка при подключении. Музыка, если у вас на устройстве она, соответственно, есть или на флеш-карте. Яндекс.Музыка. Вы можете сюда спокойно также скачивать треки и прослушивать их. Яндекс.Навигатор. Иконка навигации, на которую вы можете предустановить какой-либо другой навигатор. Настройки. Та же самая функция, что и через горячие кнопки. Настройка руля, проводник, радио, Shazam, эквалайзер, AUX, подключение Bluetooth. После того, как вы подключитесь к вашему телефону, у вас будет, во-первых, возможность набирать номера и осуществлять звонки. Также, соответственно, у вас появится ваша контактная книга. Прослушивание музыки будет, возможно, через телефон. Ну и, соответственно, здесь еще будет информация о сопряженных устройствах. И иконочка настройки Bluetooth, где у вас указано имя устройства. Ну и, соответственно, пароль. Карлинк, который работает. Google Chrome браузер. Play Market, через который вы будете скачивать все необходимые приложения. Ну и, соответственно, предустановленный YouTube. Давайте еще YouTube проверим. Как видите, все работает. Также в данной магнитоле есть возможность разделения экрана. То есть, допустим, вы едете в дороге, у вас здесь включен навигатор. И вы хотите на фоне контролировать, допустим, Яндекс.Музыку или смотреть YouTube. То есть, нажимая на эту кнопочку, вы можете зайти в тот же самый YouTube. И у вас будет играть видео, которое вы включите, например. Все работает. То есть, вы сможете в реальном времени контролировать сразу два процесса. Если вы хотите какое-то приложение закрыть, то, соответственно, выбирайте приоритет приложения. Например, я хочу оставить Яндекс.Навигатор. И, нажимая на центральную шторку, просто осуществляю свайп в ту сторону, в сторону того приложения, которое я хочу закрыть. Вот, собственно, и все. Также, друзья, у нас дополнительно выводится в бардачок разъемы под USB. Также слот под сим-карту. В момент сим-карты после того, как вы установите симку, вам будет необходимо перезагрузить устройство. Происходит это путем свайпа сверху вниз, где у вас также открывается еще ряд окон. Ночной режим, отключение-включение интернета, авиарежим, выключение экрана, ускорение самого устройства, время. Ну и, соответственно, вот эта иконочка вам будет нужна. Это перезагрузка устройства. То есть, как ставили симку, перезагрузили устройство, и тогда ваш интернет будет виден. Также дополнительным свайпом вниз мы можем в реальном времени контролировать яркость экрана. Видите, иконки у нас становятся темнее, становятся ярче. Собственно, на этом все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Ну а мы желаем вам удачи на дорогах и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok